Всем привет дорогие друзья с вами Гамилькар Барко и сегодня будем смотреть еще один бой который проходил в рамках турнира секси кубок мы смотрели с вами вчера бой так если я не ошибаюсь мы смотрели с вами бой аномидия германия где я за германию победил люка а потом люк да тоже германию победил меня у нас здесь перед началом этого боя была ситуация счет 11 ничья и победитель этого этого боя ну приближался очень близко к победе в этом этой 1 4 сексе турнира так сказать матч-ап выбирал я если не ошибаюсь до парфио против армении рассчитывал я живу этих двух матчах я выиграю потому что были кое-какие но не скажу что секреты или там еще что-то но просто я один состав тестил за армению и он в боях показывался довольно таки неплохо но не рассчитывал я что смогу победить но первый бой я играю за парфию давайте посмотрим на мой состав я взял 8 катафрактов 4 кота обычных конных кота и 4 катафракта верблюда если не ошибаюсь 4 кота у меня полностью золоте и 4 кота у меня золотая атака серебряная защита 6 обычных лучников золоте и 2 крестьянина крестьяне крестьяне брал я думаю может быть будут будут 1 2 хашки максимум я думаю что будет 1 хашка потому что я рассчитывал что будет армении пять копий более-менее качанных а тут эти четыре копья всего лишь в армении так у меня повторю 8 катафрактов и 6 лучников 2 крестьянина такой простенький состав я взял составу люка на 4 катафракта в золоте 4 копья золотой атаки и 4 отряда арабской кавалерии золоте плюс 6 лучников и 2 крестьянина и так я состав подбирал с той целью что вот эти мои четыре кота обычных они должны будут вынести копья копья армении а катафракты верблюды в свою очередь должны будут вступить в бой в последний момент как только ну я рассчитывал что я прочарду эти копья армянские на помощь им кинуться катафракты и в этот момент ударят мои катафракты верблюды которые снижают мораль обычным катам и не такой у меня был план на этот бой ну собственно говоря особого смысла здесь долго стреляться но с армением смысл такого нет потому что у армении легкая арабская кавалерия которая есть принципе может разогнать моих учеников давайте посмотрим что из этого боя у нас будет получаться выстраиваемся на друг напротив друга люк посмотрите сразу построился так чтобы зайти вот этими тремя отрядами учеников не во фланг арабская кавалерия эти окружает меня своими лучниками люк и контроль у люка над армией довольно таки хороший неплохой по крайней мере можно сказать то видите в ногу идет вперед своими копьями и здесь я принимаю решение такое пойти сразу в атаку не стоять у меня есть довольно очень серьезный перевес в кавалерии нити атакую здесь копьем люк сразу подкидывает до всех катов и я лечу на помощь своим катафрактам которые здесь бою находится чардж со всех сторон верблюдами идет и люк тут же выводит своих катов понес он довольно таки большие потери я здесь не такой момент получается что катов он увел своих достаточно далеко потому что мы здесь оставаться смысла не было на и такая масса 8 катафрактов просто смяли было четыре ката сухую без особых шансов это быстренько разворачиваю всех своих катов и кидаю на копья кидая на копья и здесь тут же кидаю в рукопашку своих лучников потому что у меня здесь была цель как можно быстрее ликвидировать всю пехоту армении это у меня удается сделать видите люк спешит но он очень далеко убрал своих катафрактов и он уже сюда не успевает и все армения остается без без пехоты пожалуйста армения лишила своей пехоты большая часть лучников я расстрелял у него но не большую тебя три отряда я полностью уничтожил лучников плюс уничтожил большое количество копий все копия уничтожил катафракты у него походцы на я здесь получаю очень серьезный существенный перевес над над люком виде у меня здесь все ученики собраны в куче им санкнул строй и начинает есть преследование катафрактов начинает преследование катафрактов и люк здесь решает выбить моих учеников кидаются сюда своей арабской кавалерии но у меня ученики стоят в куче санкнутым строем и очень быстро вот этот отряд арабской кавалерии сдувается и убегает поле боя ну здесь был быстрый раж своей стороны потому что опять-таки повторюсь смысла долго стоять и стреляться с люком у меня не было арабской кавалерия на протокол всех моих учеников значит он стрелять по моим катафрактам и тут момент ну катафракты верблюда очень медленно и меня здесь в куче и люк решает своими обычными катами прочарживать этих моих верблюдов которые отделились от основной массы моих войск он идет на чар я понимаю что здесь уже уйти не получится и решаю принять бой принимая бои и смотрите здесь такой момент присылка то фракты верблюд довольно таки долго могут стоять против обычных катов несмотря на то что они приняли чарж я их развернул и день началась драка не один отряд верблюдов бежит бог к этим армянским катам и 34 остальных моих когда тоже бегут на помощь моим обычным бегу на помощь катафрактам верблюда люк не уходит рассчитывает он снести моих катафрактов верблюда это его единственный шанс здесь на победу но не получается у него этого сделать мои коты успевают сюда в замес и арабскую кавалерию свою теряет которая была здесь здесь одним отрядом арабский кавалерию пытается прогнать моих учеников но его войска него рабской конницы пугается и убегает здесь я уже начинаю преследование его катафрактов смотрите и бой уже можно сказать фактически в игру у меня остается все мои катафракты конечно но большая часть них понесла потери но все равно их очень-очень-очень много на то есть 4 катафракта всего лишь было в армении у меня на данный момент ну колоссальный численный перевес по катафрактам и здесь я уже решаю фикс не но с этими лучниками я решаю что нужно догнать просто-напросто катафрактов и выбить их вот такими вот огрызками лучников мне здесь уже люк абсолютно ничего не сделает продолжать здесь преследование в этих обрезков катафрактам здесь уже элементарно нужно признавать поражение но как вам известно люк считает себя великими непобедимым жопашником и поэтому до конца пытается что-то придумать что-то сделать но само собой понятно что бой здесь проигран будет проигранная вынужден гоняться за этими огрызками катафрактов и бы люк не хочет признавать своего поражения в этом бою здесь верблюдами решаю прогнать лучников этим огрызком но здесь вернулся эти огрызок катафракты от огрызок арабской кавалерии верблюда меня здесь уставшие были и поэтому испугались и убежали но я быстренько подкинул из войска которые были рядом и прогнал этих лучников этого катафракта и любить понимает что слишком гигантское количество катов наконец-то ему мозг это осознал и он признает поражение счет становится на 21 пользу но на большому сожалению в ответ на игре да мы поменяли сторонами играл уже за армению а люк играл за парфию он взял боже состав что и у меня и я результат был примерно похожий гораздо более одну длинная борьба у нас была более гораздо напряженная но люк все-таки сумел меня победить счет настал после этого боя 2 2 и кто выйдет дальше кто пойдет дальше в турнире решалась матча рим на рим рим на рим как вам известна лотерея и в этой лотереи к сожалению мне не повезло ли кин виктус прошел в полуфинал секси кубка вот такой вот получился получились у нас игры с люком друзья мои всем спасибо кто смотрел подписывайтесь на канал вступите в нашу группу увидимся в следующих видео май май